Уже скоро каждый из нас сможет бесплатно поиграть в Manor Lords. Для тех, кто не в курсе, эту игру ждет более миллиона человек по всему миру. Чтобы не упустить возможность, смотрите видео до конца, где я по полочкам разложу все темы. Собственно, фоном вы уже можете лицезреть новое видео по игре. Итак, я уже делал новость по Manor Lords, где-то полгода назад, где рассказал все, что известно об игре. И я не буду это повторять в данном видео. Так что после окончания этого можете посмотреть то видео. Ссылка на него будет в подсказке справа вверху, значок перевернутого восклицательного знака. Там очень много информации. Когда я делал старое видео, игру ждало примерно 86 с лишним тысяч игроков. Сейчас же ее ждает более 114 тысяч игроков. И это лишь те, кто прожал кнопку в Стиме. Абсолютное большинство людей не пользуются этой кнопкой. Поэтому фактическое число потенциальных игроков, которые еще только узнают об игре, в том числе после релиза, можно умножать на 10. То есть фактически миллион человек так или иначе запустят эту игру после релиза. За все время ее существования. За все это время с моего прошлого видео по игре не было значительных новостей. Однако было множество сообщений от разработчика о шлифовке заявленного функционала. Поскольку, напоминаю, разработчик один. Он активно пользуется услугами фрилансеров, наемных рабочих, привлекая их для тех или иных задач. К примеру, он привлекал профессиональных средневековых реконструкторов и историков для работы над боевой составляющей. А также профессиональный оркестр для создания уникальной музыки для игры. Кстати, вы можете ее слышать на фоне этого видео. Итак, внимание, с 3 по 10 октября 2022 года каждый из нас сможет бесплатно поиграть в Manor Lords. Дело в том, что в это время как раз планируется фестиваль в Steam и разработчик обещал выложить демо-версию. Однако будет доступен преимущественно только функционал со строительной частью игры. То есть нет подробностей о том, является ли хоть сколь малой частью демо-версии боевая составляющая. Возможно, она частично будет реализована в демо-версии, возможно, нет. А также, быть может, если все пройдет гладко со строительной частью, разработчик добавит ее по многочисленным просьбам до окончания фестиваля. В крайнем случае, она точно будет доступна, когда игра выйдет в ранний доступ. По крайней мере, таков замысел разработчика. Демо-версия, несомненно, позволит расширить сбор данных о багах, так как, возможно, многие с ними столкнутся. На данный момент у игры есть группа тестировщиков-энтузиастов, работающих бесплатно. Однако, сами понимаете, они, скорее всего, не отловили все баги. Хотя, возможно, в демо-версии игры ограниченный функционал как раз потому, что будет лишь малая идеально вылизанная часть. Кто знает, так или иначе, мы, наконец, сможем прикоснуться к прекрасному. И самое главное, бесплатно. Каждый из вас, на основе того опыта, что он получит, сможет сделать вывод о том, интересно ли ему игра. Да, комфортнее всех устроились зрители моего канала, которые увидят только самые интересные и главные моменты по игре. В любом случае, не затрачивая ни копейки. Как вы могли заметить, по видеоряду в игре, наряду со строительством будет добавлена система времен года. Очевидно, животноводство, различные погодные условия, включая дожди. Также я заметил представителей таких профессий, как кожевник, потому что на видео есть кожевная мастерская. Вероятно, там будут заготавливать обувь и одежду к зиме. В хижине кожевника я также заметил статус запаса материалов 17 из 50. То есть, логично, что их нужно будет откуда-то доставлять, например, с основного склада. Или напрашивается решение в виде охотничьей хижины, которая будет все это производить. Понятное дело, я видел дровосека, предположу, что запасы дров также будут нужны в рамках подготовки к зиме, потому что я видел именно отдельно, как он рубит такие маленькие дровишки. Также отдельно видны огромные деревья, которые обрабатывают в бревна, очевидно, для строительства здания церкви. Видна и хижина собирателя. К слову, это напомнило мне мое прохождение игры Farvest Frontier, переводится как «Самая дальняя граница». Это игра, которая не так давно вышла в ранний доступ. Ее прохождение также есть у меня на канале, и оно вам, судя по многочисленным откликам, весьма понравилось. Вот только в «Самой дальней границе» собирателей в хижине всего один. А в новом видео «Мэнер Лордс», которое буквально переводится как «Лорды поместья», собирателей в хижине можно назначить аж до целых четырех. Собственно, также я заметил возможность определять границу, площади, диапазоне, в котором они будут собирать. Удобно. К слову, в хижине собирателей также показан запас 0 из 50, что может говорить о том, что в игре будет отдельная каста грузчиков, транспортировщиков или типа того, поскольку ресурсы нужно будет доставлять как в здание, так и из них обратно на склад для перепродажи или использования в дальнейшем производстве. Также на одной из вкладок хижины собирателей заметно, что каждый житель имеет свое имя и статус, обозначающий то, чем он занят в тот или иной момент. Кстати, там у одних жителей статус собирает, фармит, а у других доставляет. То есть, возможно, каста грузчиков не будет. Функционал транспортировки будут выполнять сами работники по месту, хотя одно другому не мешает. Может, будут и те, и другие. Конечно же, в видео были замечены фермеры. Мне любопытно, будет ли система фермерства не из простых, например, как уже в упоминаемой Fallerest Frontier. Поля можно удобрять навозом, а также почва деградирует со временем и обрастает сорняками. За всем этим нужно следить. Да, в самой дальней границе есть даже различные болезни для растений и овощей различных культур. Будет ли реализовано нечто подобное в Manor Lords? По крайней мере, мы увидели процесс строительства, как я полагаю, церкви. Значит, религия будет играть свою роль. Судя по обилию развилок дорог, инфраструктуры, также необходимо будет заниматься. Вероятно, дороги будут ускорять передвижение людей. Поэтому нужно будет планировать кварталы заранее. Возможно, также будут здания, влияющие на привлекательность местности. К примеру, мало кто захочет жить рядом с лесопилкой, постоянно слушая треск рубящегося дерева. Кстати, животные, судя по вьючному быку, также будут задействованы в фермерстве. Предполагаю, что это был показан запряженный бык для вспахивания поля. В самой дальней границе, кстати, такого пока нет. Но она тоже в раннем доступе, так что может еще все появится. Заметны и таверны, из чего логически можно предположить, что в игре будет система морали в том или ином виде. Система настроения, которую нужно будет держать не ниже плинтуса. А быть может, она будет даже давать определенные бонусы в случае высоких значений. К примеру, бонусы к скорости работы или типа того. В Fathers Frontier настроение не дает бонусов к работе, но оно требуется для повышения качества жилья. Которое, в свою очередь, нужно для апгрейда главного здания поселения. Полагаю, ресурсы для изготовления напитков в таверне также будет возможность выращивать. Хотя, очевидно, в будущем появится возможность закупать их через торговлю. Кто в лайк и коммент молодец, а видосику конец. Где и косметический рейд-прокр Paranormal Goes to the Посмотрите-прокрuts.